Друзья, всем привет! По поводу чистки заслонки есть в интернете очень много различного видео, где говорится, почему нужно чистить заслонку, когда нужно чистить заслонку, по каким признакам можно определить, что заслонку пора чистить, ну и так далее. Не буду повторяться, давайте на реальном примере моей Гранты, почему я решил чистить дроссельную заслонку. Итак, первое. Двигатель отказывался иногда заводиться, пока не нажмешь на педаль газа. Нажимаешь на педаль газа и, собственно говоря, автомобиль заводится. Второй признак появились дергания при переключении передач. И с каждым разом этот признак становился только ярче. Машина как-то стала вяленько реагировать на педаль газа, то есть есть какой-то рассинхрон. Чуть позже стали появляться такие моменты, помимо рывков при переключении передач, нужно было добавлять больше газу, да, и побольше держать сцепление, иначе машина начинала глохнуть, ну и так далее. Все эти признаки косвенно указывают на дроссельную заслонку. Особенно невозможность запустить двигатель без нажатия на педаль газа. Ну и, в общем, заслонку пришлось снимать. На Гранте заслонка снимается довольно-таки просто. Ну, у кого тросиковый привод немного посложнее будет, но, тем не менее, особых сложностей здесь нет. Открутил ГОФРО, снял штекер, открутил 4 болта, и обязательно, кстати, снимайте клемму с аккумулятора. Чистил я обычным очистителем карбюратора. И здесь важный момент, нежелательно сдвигать саму заслонку. Лучше всего ее чистить в том положении, в котором она есть. И желательно располагать заслонку таким образом, чтобы датчик у вас оказался сверху, сбоку и так далее, чтобы у вас не попадала та жидкость, которой вы чистите заслонку, в сам датчик. Итак, давайте конкретно на моем примере, что же мне дала чистка заслонки. Сразу скажу, у лошадиных сил двигателю не прибавится, их будет ровно столько, сколько есть. Просто, во-первых, вы почувствуете, что автомобилю станет гораздо легче ехать. Первое, на что можно обратить внимание, это отклик на педаль газа. Второй момент, машина перестала дергаться при переключении передач. Передачи стали включаться мягко, плавно, без дерганий, провалов и так далее. Ну и самый третий позитивный момент, автомобиль стал заводиться без нажатия на педаль газа. Чистить ее нужно хотя бы раз в 50 тысяч. На этом все, друзья. Если это видео оказалось вам полезным, поставьте лайк. Это очень помогает развитию канала. Всем добра. Всем пока.